Зачастую приходится жалеть, что камера не передает запахов. В данном случае этому можно искренне порадоваться, поскольку здесь, на улице Сибгата Хакима, даже спустя несколько часов после первых обращений жильцов, запах стоит такой, что не просто режет глаза, но и становится несколько страшновато от неизвестности происходящего. Пугающие комментарии о происходящем сопровождали с ними непугающим фото, которое успел сделать один из жителей верхних этажей многоэтажки. Пока жителям этажей нижних, как собственно и прохожим на улице, неизбежно пришлось нырять в облако неизвестного происхождения. Почувствовала какой-то странный запах, что-то смесь бензина и газа. Дети шли и буквально закрывая рукавицами рот, позвонила в Горгаз. Мне сказали, что ситуация под контролем, что это посторонний запах. Сегодня с утра ветра сильно не было, и судя по движению воздуха, который со стороны дербышек, это похоже либо на какой-то выброс загрязняющих веществ химзавода, либо утечка действительно газа. Ясность в происходящее смогли внести прибывшие на место сотрудники газовой службы. Правда, ясность лишь отчасти. Специалисты констатировали, что их служба здесь вовсе ни при чем. То есть газом здесь и не пахло. Природный газ. Здесь даже газа нет вокруг нигде. Я понимаю, аж как туман стелился. Значит, может какой-то выброс. Это выброс какой-то. Это экология надо сюда. Выводы, конечно, были сделаны не на пустом месте, а точнее не с пустыми руками. Такие показания выдали приборы, после чего газовщики с чистой совестью передали эстафету экологам. Те не заставили себя ждать. На место выехала целая лаборатория со спецоборудованием. Если бы это спецоборудование, кроме всего прочего, умело в недоумении разводить руками, оно непременно так бы и сделало, заверили специалисты. Но эмоции приборам чужды, а по факту все в норме. Был осуществлен выезд по обращению граждан на резком запахе по адресу Сибгата Хакима в городе Казани. По результатам измерения, превышение предельно допустимых концентраций в воздухе не выявлено. Это же мог быть просто, допустим, поток маленький. Какой-то маленький угол прошло. Здесь, по-моему, река сам по себе. Вот сейчас, здесь там, человек сегодня. Но в чем одно спорте. Есть небольшие сейчас приборы, которые позволяют в режиме онлайн получать эти данные и видеть их на карте. У нас в Казани эти станции были запущены, по-моему, в 2016 году. Сейчас, спустя два года, их отключили, потому что показания зашкаливают периодически. Показания зашкаливают, нормативы превышены, а весной и вовсе запахи острей. Опираясь на показания приборов, выходит, что сегодняшнее явление в Казани – явление природное, отягощенное всеми прелестями жизни большого мегаполиса. Мария Молочникова, Максим Зуйков, Телеканал, Эфир.